Всем здравия! Для тех, кто не в теме, настоятельно прошу посмотреть мои прошлые выпуски по этому направлению. Ссылки в описании. И в очередной раз напоминаю, что мои публикации направлены на открытие истины, а не получение бабла с хайпа. Тем не менее, сколько раз я об этом говорил и пишу под каждым выпуском, но все равно регулярно всплывают биозомби, которые меня пытаются пнуть. Еще раз повторяю, мне по барабану ваши мнения и моя репутация. Мне по барабану ваши лайки и подписки. Я раскрываю ложь и истинное положение окружающей жизни. Это борьба. А теперь внимание! У 99,98% населения Земли абсолютно атрофированное понимание Бога. И это есть результат деструктивной деятельности темных сил более двухсот лет. Вся эта регелиозная ересь, которая впаривается в ваше сознание и особенно в последние сто лет, не имеет вообще ничего общего с Богом и религией. Тысячи лет назад существовали совершенно другие цивилизации, которые находились в гармонии с окружающей средой. И там не было таких войн и уничтожения себе подобных, так как этому способствовало чистое умственное и духовное развитие. Люди создавали технические сооружения, которые способствовали очищению от грязи в нашем теле и душе. Но катастрофы, вызванные далеко не естественными причинами, уничтожили все светлое и чистое, что могло быть в наших последующих поколениях. Теперь же, разрушив большинство энергочистилищ, то есть храмов, подчеркну, особенно на совковой территории. После 1917 года преднамеренно и планомерно затиралась прошлая история и сакральные знания об древней энергетике. Уничтожались носители этих знаний священники. Да-да. С 1917 по 1937 год были расстреляны или высланы в лагеря на погибель главные хранители знаний. На их место приходили попы с погонами под рясой. Обезьяна, подобные существа, которые были заточены только на то, чтобы нести совковую идеологию прихожанам. И уже неважно, очищают ли душу и тело эти энергосооружения, главное, чтобы биомасса по традиции свято верила новоявленной идеологии. Конечно, не все места в церквях были заняты гэбэшными служаками, только ключевые. А в церквушки типа кладбищенских или мелкосельских допускали и спорстых. Для того, чтобы покойников отпевать, идеология не требуется. Поэтому на территории красного террора воцарилась кровавая жатва. Десятками миллионов уничтожался собственный народ и захватывались новые жертвы из соседних стран. Дикое стадо стало насильственно доминировать над необъятными просторами, насаждая невежество и животную покорность. И если тысячелетия назад сокровенные знания по энергетике развивали прогресс и жизненное духовное сознание, то сейчас, перевернув все с ног на голову, захватчики при помощи современной технологии снова превращают население в биомассу. В связи с этим я стараюсь раскрыть главную технологию древних цивилизаций, чтобы вы снова могли очистить свое тело и душу, наконец проснувшись и увидели окружающую действительность. Так вот, без всяких врачей и тем более больниц, древние очищали свое тело вихревой энергетикой. Именно при помощи вихревой энергетики прошлые цивилизации приводили в порядок свое внутреннее состояние, как физическое, так и духовное. Кстати, прошу как официальщиков, так и альтернативщиков, обратив внимание на прошлое в сфере медицины, а точнее каких-либо строений, напоминающих больницы более 500 лет назад. И, конечно, военные госпитали не в счет, так как они были на театрах военных действий. И главный их смысл был обхаживать покалеченных вояк, отпиливая раздробленные конечности и перевязывая раны. А там, как выживет, о каком-либо натуральном лечении речи быть не могло. Но еще мы знаем, что обычно обхаживанием занимались сестры милосердия с красными крестами. Хотя все это, опять же, происходило в ближайшие самые смутные 200 лет. А ранее не было необходимости в массовой госпитализации и создании медицинских учреждений. Со всеми недугами и эпидемиями, которых не было, справлялись профилактически множественные храмы и строения, которые действовали на людей, как энергетические бани. И если вы обратите внимание на старинные картины и гравюры, то увидите, что все города и даже деревеньки были просто утыканы куполами и шпилями. А расположенные множество домов соответствовали некому строгому начертанию. Особенно хочу подчеркнуть так называемые крепости-звездные, которые на самом деле крепостями изначально не были и были построены абсолютно по всему земному шару. Кстати, по поводу эпидемий, которые в недавнем прошлом косили сотни миллионов. Именно из-за глобальных катастроф и погребенных под завалами земли все тех же храмов защита перестала работать и люди стали просто вымирать. А вот как было до катастроф, я вам буду объяснять. И, конечно, для этого понадобится много времени. Хотел бы в очередной раз напомнить присутствующим, что все мною сказанное в прошлых и последующих выпусках есть плод моих тщательных исследований и основано на многочисленных опытах, испытаниях и подтверждающих результатах. Я никогда и ничего не подаю вам из возможной теории или никаких домыслов, в отличие от большинства альтернативщиков. Пока десятки раз не проверю достигнутые результаты, то даже себе не позволяю в это верить. Более года назад, когда представил вам концепцию посоха и его возможности, перед этим я несколько месяцев тщательно доказывал самому себе, что в результатах нет случайности. И даже когда обнаружил свойство воздействовать на инфернальных сущностей внутри тела человека в начале этого года, я более полугода искал железные подтверждения обнаруженной возможности. И для меня, как для биоэнергетика, подтверждение результата имело самое глобальное значение, так как свойства и действия посоха оказались более чем на 80% аналогичны действию многочисленных энергетических сооружений прошлого. Я вам уже показал некоторые азы происходящего со статическим электричеством. Это, конечно, далеко не все. Только на различных демонстрациях мог бы потратить многие часы, но даже этого достаточно, чтобы опереться на мои объяснения происходящего. Так вот, что же все-таки такое статическое электричество? И каким образом оно может так влиять на жизнедеятельность живых организмов? Учтите, я многих традиционников и альтернативщиков буду шокировать с каждым своим определением. Но не торопитесь меня забрасывать камнями. Я все вам тщательно и планомерно объясню. Просто невозможно подобное объяснить в двух словах. Поэтому потребуется много выпусков. Итак, определение первое. Статика есть энергетическая субстанция, не имеющая ни веса, ни массы, ни полярности. И это не вещество. Также оно не имеет никаких колебательных или излучающих функций, тем более резонансных. При идеальных условиях напряженность может оставаться в абсолютном покое бесконечное время. Определение второе. Возникает энергия при движении относительно друг друга различных тел или физических веществ, жидкостей и газов. Также при электрической активности в проводниках. Определение третье. В зависимости от условий, энергия легко переходит из одного состояния в другое. Например, заряженный конденсатор, имеющий две обкладки, держит некий полярный заряд, и это есть одно из состояний, которое неравнозначно состоянию статически заряженного шара, часто присутствующих в опытах по статическому электричеству. И эти состояния неравнозначны статики, вырабатываемые системами типа люстр Чижевского. Есть еще множество других состояний, но о них я постараюсь напомнить в последующих выпусках. Та же молния или электрический разъяд есть переходное состояние. Определение четвертое. Эта нематериальная субстанция присутствует на поверхности всего материального. И оно имеет свойство адгезии, то есть прилипчивости абсолютно ко всему, что имеет поверхность. Относительная плотность налипания сильно зависит от состава вещества, на котором накапливается напряженность. И при взаимодействии эта субстанция своим объемом стремится в зону взаимодействия, создавая еще большую напряженность. Определение пятое. Напряженность среды в идеальном случае уменьшается прямо пропорционально расстоянию от наэлектролизованной поверхности и повторяет все контуры и геометрию. Определение шестое. Статическая энергия легко переходит из одного состояния в другое при созданных условиях. Также свою накопленную энергию статика может отдавать в виде некого механического движения, тепла и перехода в проводное электричество, то есть в другие виды энергии. И наоборот. Определение седьмое. И главное. Для напряженности имеет ключевое значение геометрия несущей поверхности. Если поверхность конусная, то острая часть будет отдавать энергию с предметов пространства или близлежащий предмет. Если на конусном объекте будет большая напряженность и наоборот. Чтобы накопить максимальный объем энергии на поверхности, в идеале должен быть или шар, или что-то вроде формы яйца, шишки. Так что любые острые углы и окончания создадут некую текучесть энергии или переход из одного состояния в другое. К примеру, разряд. Эти семь определений являются основой поведения энергии, которая не существует материально. Так же, как по моему мнению, магнитная напряженность или гравитационные взаимодействия также не являются чем-то материальным в нашем окружающем мире. Как ложно заблуждение про магнитные линии и магнитное поле. По этой причине столетиями ученые мужи не могут никак привести в порядок формулировки и доказательства взаимодействия различных энергий. Даже, вероятнее всего, сделаны подобные преднамеренно. И все формулы и постулаты основаны на условностях. Что-то вроде правил уличного движения, которые позволяют регулировать взаимодействие транспорта на дорогах, но имеют существенные недостатки в плане логики. Тем не менее, без условности на дорогах царил бы полный хаос. Ладно, настало время доказательств моей теории. Пожалуй, начну с колонн. Так как по последней демонстрации опыта по статике, я прикинулся столбом, заряжая себя малейшими движениями. Кстати, я там был в шестяных носках, хотя это не имело ровным счетом никакого значения. С голыми ступнями все точно так же происходит. И еще. Я планировал показать, что происходит, если энергию не разряжать на светодиодные индикаторы. Так вот, разряд там получается на 10-20 миллиметров и больше. То есть, накопитель из меня получался неплохой. Постараюсь все-таки как-нибудь показать. Если посмотреть на древнейшие сооружения в любой точке Земли, то сразу бросается в глаза массовое присутствие различных колонн. А если еще внимательно присмотреться уже как инженеру-строителю, то даже учитывая некий мировой дизайн и некий стиль, о котором так любят говорить традиционники, то все равно при всей величественности бросается в глаза излишнее насаждение везде и всюду этих элементов. Хотя в подавляющем случае, с точки зрения оптимальности конструкции, в них нет никакой необходимости. Вот кстати, когда я начал готовить этот материал, параллельно просматривал ролики альтернативщиков древней истории, Евгений Макаров сделал обзор по Симоновому монастырю, предположительно 14 века. И я увидел то, на что он не обратил внимания, хотя в рассуждениях своих был очень близок. В этом ролике мы посмотрим фрагменты, связанные вот с этими колоннами Симонов монастырь. Дело. А наверху, как видите, два шарика. Причем они симметричны этим колоннам. Как с другой стороны. Совпадение? Не думаю. Все похожи вот эти элементы. Вот тут я остановлю и покажу, что заметил я, но он не обратил внимания. Вот на эти колонны, которые стоят явно здесь, как бы не по делу. Внимательно на это все посмотреть. Видно, что колонны ничего не подпирают сами, ничего не поддерживают. А просто приставлены рядом к окнам. То же самое можно посмотреть и эти колонны. И вот это округлое помещение. Это все здесь сделано позже, нежели само здание. По законам той энергии, которую используют в храмах. Ну, чтобы было лучше видно, я вот взял другие ракурсы. Это тот же самый монастырь, только вот явно видно, что эти колонны никак не относятся к этому зданию в принципе. То есть, они сделаны отдельно на подпорочках. И даже из-за того, что они не свои, вот даже такими подколами привязаны. Вот у нас другой ракурс. И видно, что вот это было обычное здание. Довольно старое, старинное. Но его переделали явно в храм. И вот это вот тоже. Сверху они доделывали. Хотя это было несколько столетий назад все. Как обычно, на углах ставят или колонны прямо вместо углов, или загораживают углы вот такими колоннами. И тоже, видите, они на отдельных стоечках. То есть, явно видно, что их доделывали. И тоже вот так вот излишне закреплены. Система эта уже в современном виде, она не рабочая. Хотя бы потому, что здесь металлическая крыша, кровля. Ну, вот я по всему этому железу фактически заземляется. То есть, вот эта энергетическая система уже не рабочая. Хотя когда-то явно она могла работать. Вот можем там дальше посмотреть. Вот видите, там колонны просвечиваются. Вот колонны просвечиваются. И вот именно вот эти вот накопители верхние атмосферные. Это мы будем потом дальше разбирать все. Вот главное, что посмотрите на сами, как колонны. Вот как сделано здесь. Сама система. И вот мы тоже все подробно разберем. Именно видите, какое строение. Вот стоечки. Здесь вот такие упоры сверху, снизу. Но вот то, что было старое, это вот это изначально. Просто был какой-то домик. И здесь вот треугольнички. Это тоже, кстати, вот они, эти треугольнички, имитировали статические ловушки. Для приема энергии. Вот, кстати, тут вот сняты тоже элементы. Они довольно должны быть обязательно в старой конструкции. Но вот это вот они обнулили. А вот это новые поставили. Более новые. Вот тоже пристройку сделали. И тоже вот облепили колоннами. Опять же, арки. А теперь смотрим, что у нас по Риму. Вот они, древнейшие сооружения, которым тысячелетия. Которые пережили несколько катастроф. Это их не остатки. Видно, что эти колонны огромнейшие. Их достаточно много на единицу площади. По логике для строителей это абсолютно излишне. То же самое вот везде и всюду, где мы видим, везде сплошные колонны. Вот арка. Это тут же энергетический объект. И вот даже здесь уже купол есть. Со всей атрибутикой. Куда мы не коснемся, везде сплошные колонны и купола. Вот маленькие колонны, большие колонны. Вот здесь был треугольник. Вот как вот здесь вот он есть на этом здании. Но это другое здание. А вот здесь вот колонны и должен быть треугольник. Это именно система энергообеспечения. Почему у масонов вот этот знак, треугольник с глазом. Именно вот эта основа, откуда идет атмосферное электричество, поступает. И потом вот через вот эти промежуточные детали поступает на сами колонны. Заряжает эти колонны. Вот то же самое здесь, в этой арке. Вот совершенно другой храм. И все равно, как видите, колонны идут своды. Эти своды постепенно переходят спиралью. Но они все опускаются к низу. Вот до этого замка. Вот это вот потолочное. И опять мы видим вот потолок. Это тоже свод. То есть такой продолговатый купол. И опять вот какие колонны. Причем довольно-таки фигурные. И достаточно объемные. Тоже совершенно другой храм. Но мы видим опять кругом идут сплошные колонны. Мы здесь свода не видим, потому что он выше. Но вот это все энергетическая система. Вот здесь вот пошел купол. Вот это внутренний элемент этого купола. Это тоже вот такие своеобразные накопители. Которые потом передают энергию вот по этим окружностям. Опять колонны. Статуи. Это тоже своеобразные колонны. Они тоже вот передают отсюда сюда энергию. Кольцо. Это энергетический замок. И опять же он передает колоннам. Видите, вот они какие ветвистые. Это мы все разберем. То же самое. Тоже купол, своды. И опять колонны. Везде колонны. Совершенно разные страны. Совершенно разные столетия, тысячелетия. Но смыслы везде один. Вот опять же все шикарно сделано. Все необычайно красиво. И опять купол по всей длине. Идут своды. И вот видите треугольничками они идут. Разводятся. Здесь опять энергетический замок. Опять пошел свод. Вот промежуточное звено. Опять вот эта вот верхняя часть колонны. Сама колонна. Ну и там не видим нижнюю часть. И все концентрируется именно вот. Вся энергия концентрируется в этом месте. Опять то же самое. То же самое. Но здесь такие более квадратные что ли колонны. Хотя они все скруглены. Вот здесь вот на концах. Вот здесь вот соответствующие обычные колонны идут. Вот это все имеется ввиду, что это элементы энергосистемы. Вот это все. Все что вы видите. Оно подчинено именно законам энергопередачи. И накопление. Вот тут более старинное. И тоже это совершенно уже другая страна. Но тем не менее мы видим все то же самое. Абсолютно. Ну тут для примера еще. А вот это интересно. Это или баня, или бассейн. Или что-то вроде этого. Факт то, что вот при помощи вот этой всей энергосистемы вода нейтрализуется, заряжается. И в таких вот банях или бассейнах не требуется воду менять, чистить, хлорировать и тому подобное. Она всегда будет достаточно чистая. Именно из-за того, что очищает эту воду. Вот это для примера я привожу. Но это какой-то то ли шейх, то ли кто себе это сделал. И в общем-то это имитация. На самом деле я считаю, что эта система не работает. Чисто так. Красоты. Вот древнейшая картина. Тоже из тех времен. И как видите, зал огромный. Колонны. Тут конечно все плохо видно относительно. Но самое главное видно, что вся структура энергообеспечения здесь соблюдена. Все как надо. Мы потом еще рассмотрим полы, потолки. Ну в общем все звенья. И даже вот этих вот танцоров и танцовщиц. Но не сегодня. Вот опять же. Несколько этажей. Опять же вот идут пики. Пиковые. Вот купола. Вот это сами приемные. Только это не антенны. А именно приемники статического электричества. Вот это первый промежуточный. Это второй промежуточный. И основной купол. Тут уже идет пиковыми. Вот пики. Опять же ротонды типа. Как обычно, обязательный элемент таких конструкций. Сперва идет малый накопитель. Потом следующий. Ну и может и быть несколько. Но факт то, что все эти накопители. Вот этот идет конусный. От меньшего к большему. И опять. Вот он на своеобразную ротонду такой идет. Одну. Это больше. И это еще больше. И так дальше. Если дальше продолжение, то еще больше. Но вот здесь именно у нас уже идут пролетов. И опять же. Вот здесь у нас шары. И опять колонны. И тут уже проходят люди. Опять вот эта конструкция. Свод. Еще свод. И промежуток. Но здесь колонн нету. Потому что здесь они... Это не проходная. Именно колонны стоят. Обычно в проходах. И в окнах. Ну это вот одно из самых знаменитых. На гробе господнем. Вот это по легенде молния ударила. И тоже. Везде все скругленные края. Кругом стоят колонны. Внутри там вообще творится что-то неописуемое. Почему и загораются свечи. И все остальное. Это тоже может как-нибудь разберу. Факт то, что все повторяется. Все так же как и есть. Вот. Верхняя часть. Нижняя часть. Сама колонна. Своды. Промежутки. Замки. И так далее. Вот такая своеобразная энергосистема. Автономная. Вот это очень такое примечательное. Опять же купол. Идут своды. Опять колонны. Где окна. Но тут не совсем правильно сделано. Так как прямоугольные окна. Но это тоже не сильно мешает. Хотя конечно хуже. Вот тут здесь вот полуколонны. Лестница. И вот здесь вот это все. Это все энергосистема. Вот что-то вроде камина. Опять же. Видим, что опять же стоят колонны. Опять своды. Опять вся конструкция сделана. Вот как сверху вниз. Энергия. Вот она вся растекается. И вот на эти колонны подходит. И вот даже тут кресла стоят. Именно спиной к этим колоннам. То есть почти правильно. Хотя вроде как переделали в камин. Хотя на самом деле это была система сделана не для камина. Это потом уже переделали. Вот видите. Опять вот колонны. Везде и всюду. Одни сплошные колонны. Вот это вот шикарно все смотрится. Тут еще добавлены элементы. Но опять же. Опять же. Купол. Своды. Опять замки. Энергетические. Вот это все тоже промежуточные варианты. Это тоже элементы энергетической системы. Все эти вот скульптуры. Статуэтки. Вот эта система. Это тоже вот. Вот все эти фрактальные фрагменты. Это все элементы энергетики. Опять же. Видите. Вот сборщик. И сами колонны. На которых все замыкается. Вот такой вариант. Вот это вот. Вариант рабочий. А не тот. Который был в бутафоре. Красочный. Что я говорил. Ну это тоже совсем с другой народности. И с какого-то тысячелетия. Но сам факт. То что видите. Вот опять же все колонны. Здесь более так агрессивно сделано. Для атмосферного электричества. То есть вот эти все вот. Игольчатые выходы. Приемные. Они более так многочисленны. И вот тут даже вот они. Все идет накопление. Именно на эти колонны. И опять же. Вот это все промежуточные. Вот это все замки. Я тоже потом буду все объяснять. Ну вот дворец культуры переделанный. Тоже был храм. Но его переделали в дворец культуры. Но саму структуру оставили. Вот маршевые лестницы. Это тоже вот все колонны. Естественно и это колонны. Вот другой вариант. И тоже смотрим. Все так торжественно. Шикарно. Опять же своды. Здесь сложнейшая конструкция. Разводки энергии. Но вот самое главное. Что мы видим. Вот оно пошло пошло. И вот. Пошло на колонны. Опять. Вот до самого конца. Прямо напрямую. То есть тут немножко. Другая система применяется. Но тем не менее. Замки тоже есть. Энерго. Опять. Вот такие заостренные своды. Есть круглые. А это заостренные. Потому что энергия уже прямо вот отсюда и поступает. Вот с этих промежуточных вариантов. Вот там типа вот ротонды. Что-то такое. И вот тоже. Вот конструкция. Вот видите. Вот он приемник. Энергетический. И вот пошло. Пошло по этим. Вот расходиться. Расходиться. И опять на колонны проходит. Везде и всюду. А тут вот. Прихожане сидят. И прямо на них. Вот. Вот эта система. Вот эти вот. Стоят опять приемнички. Опять колонны. И вот они там прямо сидят. И дышат энергией. Вот это тот же дворец. Только внутри. Вот его маршевые лестницы. Вот опять колонны. Вот опять своды. Опять замки. Вот промежуточные. Это конечные замки. И вот пол. Старинный пол. Видите. Весь затертый. Но он тоже имеет значение. Тоже как-то разберем. Ну. Тут понятно. Что тоже храм. Соответственно. Здесь именно куполами больше все развернуто. Опять вот это все. Это все промежуточные. И пошло опять же на колонны. Там и внутри они. И вот снаружи. И опять, как видите, везде окна. И именно окна вертикальные. Не горизонтальные. Или там не прямоугольные. А именно вертикальные. И на каждом окне стоит своя колонна. Так же как и в дверях должно быть. В проходах. Вот здесь очень все заметно. Вот эти статуи. Они и есть колонны. Особого значения это не имеет. Колонна не обязательно должна быть именно такая строго округлая. Определенные формы. Вот это тоже старинная гравюра. И тут, пожалуйста, опять какие колонны мощные. Вот там сзади видно. Вот это все элементы энергетики. То есть система энергоспособная. И вот то, что вот одежда на них. Я тоже потом расскажу. Она тоже энерго. Вот те же системы. Тут приемные сразу вот как статуи идут. Вот эти постаменты. Вот эти промежуточные замки. Все это так и есть. И вот идет колонна. Заряжаемые. Вот здесь тоже самое. Вот она отсюда начинается. Промежуточные варианты. Вот маршевые пошли. Колоночки. Тут даже система вот такая я сделал в окнах. Тоже своеобразно. Но тем не менее принцип тот же. Вот вам, пожалуйста, орган. Система органа. И опять же смотрим. Вот обращаю внимание, что вот эти вот колонны все. Они как бы пристегнуты. То есть они не несущие. Я вот там еще дальше не обращал внимания. А вот тут вот обращаю, что вот они тоже не несущие. Видите, они как бы отдельно от системы. На них ничто не опирается. Скорее наоборот их удерживают вот здесь вот. И они как бы знаете, как батарейка вставляется куда-то в какое-то изделие. Вот что-то типа такое, как пристегнули. Но это, конечно, не совсем так. Но именно что-то накопитель энергии так и есть. Ну тут вообще. И как видите, вот сложнейшие тут уже элементы идут. Но все подчинено одному закону. Что мы видим опять? Вот это вот у нас заметная приемная часть. Вот эти вот все, вот эти заостренные, это тоже. Вот это все, это все приемное. Все, что у нас острое, все это приемное. И вот оно сводится сюда, потом переходит, вот это все переходит. Вот там тоже внутри должны быть колонны промежуточные или плиты, специальные перекрытия, которые передают всю эту энергию. И вот проходит вот сюда. И опять вот на эти колонны. Вот то же самое. Как бы эти колонны вроде как и несущие, но на самом деле они не выполняют функции строительные, они выполняют функции накопителей энергии. А вот эти вот все узоры, я тоже потом буду объяснять, чтобы как можно больше захватить энергии. Которая, чтобы потом пошла на вот эти колонны. Вот тут тоже очень ярко и шикарно сделано. Тут два варианта. В окнах обычно ставится три колонны, но бывает две. И вот промежуточная колонна вот здесь. И тоже видно, что они не несущие. То же самое. Это все, оно держится, конструкция сама собой держится, а колонны просто сами собой. Они ничего, эти колонны не держат. И вот этот крест сделан очень шикарно. Это вот промежуточное звено, более, так сказать, централизованное. Вот это не то, что просто символ. А здесь больше энергии приходит, концентрация, чем вот на этих колоннах. И опять же, видите, купола малые. Там был большой, естественно, вот там купол, который мы не видим. Вот купола меньшие. Вот они вот идут все. И тоже все заостренное обязательно. Здесь мог бы, конечно, и шар быть, но здесь именно такой вот конусом сделано. С промежуточными вот этими вот наростами. И опять это меньшее. Потом идет энергозамок большее. Опять энергозамок еще большее. И вот там уже идет вниз. Вот здесь вот мы видим. Вот тут будут внизу колонны. Вот они тут прямоугольные большее. И вот уже там можно находиться для принятия энергован. Вот опять же, конструкция самая-самая, что ни на есть, древнейшая. И вот мы видим вот этот вот треугольничек здесь. Вот он был. Масонский. И опять вся конструкция, видно, что сделана специально для энергетики. А не для того, чтобы здесь можно было как-то жить и существовать. То есть это не жилые помещения. И даже не для каких-то производственных там или каких-то рабочих дел. Это все энергообеспечение. Вот еще вариант. Тоже видно, что здесь вот этот должен быть треугольник, чтобы это все работало. Ну, идет реставрация. И вот тут вот, наверное, все узнали. Видите, что здесь творится. Тут вообще не стеснялись уже никак. Вот. Самые приемные. Замки. Следующие чуть больше. Опять замок. Уже пошел купол. Замок. Промежуточная. Опять купол. Там замок. И пошли вот эти вот элементы. Опять промежуточные колонны. И вот все вниз, вниз, вниз. Оно все уходит с накоплением. То есть, от малого к большему. Оно постепенно, все время накапливает, накапливает и расширяет вот эту энергетику. Все. И вот пошли вот по окружности куча колонн. Само собой, вот в окнах, опять же, как я говорил, вертикальные окна. И, как обычно, тут три колонны стоит маленьких. И нижняя часть то же самое. То есть, это все опоясывается энергосистемой. Все полностью, как видите, везде и всюду сплошные колонны. Кругом. Все абсолютно в них. Я уж не говорю вот про эту конструкцию. Вот небольшой такой. Это даже не купол. Это вот такая система приемная. Один из вариантов. Но тут они взяли, поставили металлические вот эти вот ограждения. И вот эти. Да и вот эти все. Они вырубили, короче, всю эту энергосистему. И вот эта система почти не работает. Может, она что-то дает. Но судя по тому, что закольцевали, она не работает. Хотя вот это все оно должно принимать и действовать. Было бы интересно, конечно, там побывать. Вот еще вариант. То же самое. То есть, это совершенно другой стиль. Другая эпоха, другая система. Но все, все то же самое. Один и тот же закон. Вот эти своды. Вот пошли, пошли энергопроводы. И хоть здесь такие своеобразные колоночки, но тут-то несущие. Вот внутри нее прямоугольное несущие. А вот эти вот уже пошли энергопроводы. И вот они держат всю эту энергосистему именно вот в этой колонии. И куча промежуточных вариантов, которые вот здесь вот всю напряженность и создают. Вот еще костел один, опять же, с органом. И вот с этой системой сводчатая конструкция. Опять вот эти промежуточные замки. Опять верхние. И видно, что они тоже не несущие явно. И вот тут целая система, целый лес. Чуть ли для каждого индивидуально. И все это опускается вот над ними. Прямо над ними. То же самое и здесь. Тут тоже свое. Сложный достаточно узор. Но опять же все опускается вот сюда. И возникает вот здесь вот энергонапряженность. Опять же, свод огромнейший. Все сконцентрировано в центр. Вот эти вот по окружности пошли промежуточные сборщики. И вот самый центр, где здесь можно энергетически заряжаться. Вот тут тоже колонны выполняют как приемные части. Тоже вот это все. Это дополнение. Вот эти все узоры. И видите, вот какие они многообразные. И сделаны по определенному закону. Вот опять колонны. Как видите, промежуточные. Опять пошел свод. Ну и там сверху купол, который мы не видим. И входная часть. Она тоже вот вся колонизирована. Вот тут сложнейшая конструкция. Очень мощная. Вот эти вот фигуры, они тоже приемные. И вот опять смешанные и купола, и шпили. Это все приемные системы. Это работает вот на эту часть. Это работает на эту часть. А это на центр. Вот типа ротонды. То есть прямо сюда можно выходить. И здесь обеспечивать себя энергией. И опять, когда мы заходим. Видим, что здесь куча входных колонн. И опять же, вот этот свод. Обязательно. Все промежуточно. Вот здесь вот прямо приемники стоят. Вот прямо вот отсюда они срабатывают уже. И потом распределяется промежуточно. Как это все делается, я говорю, буду все объяснять. Ну, сами понимаете, другая уже система. Тут, правда, вот что-то они натворили снизу. Но я так понимаю, что главное вот здесь. Вот это просто вход они сделали. Там стена такая глубокая, большая. Хотя я считаю, что здесь что-то было когда-то. Но они все раздербанили. Но сама конструкция так и есть. Вот. С малого на больше. Опять замок. Опять колонны. Замок колонны. И с расширением больше, больше, больше. И вот здесь вот максимальная концентрация. Оно еще распределяется там по стене. Вот таким образом. То есть полностью вот ту внутреннюю часть, оно окружает и ее энергетически обеспечивает. Вот еще. Вот видите, что творится. Вот это все. Вот это все энергетически работает. Все, что вот здесь кто-то проходит, перемещается, они все получают свою дозу. Ну, уже даже не знаю, стоит ли дальше объяснять. Все понятно. Другой ракурс. Везде, везде, везде. Все полностью. Вся конструкция сделана не потому, что так кому-то хотелось. И вот какому-то стилю подвержено. Или там какой-то моде. Нет. Это все законы электростатики. Это все законы накачки энергии. Все подчинено. Каждый элемент конструкции здесь сделан именно для этого. А не для того, чтобы кому-то там может было или удобно, или красиво, или кому-то просто так захотелось. Нет. А вот это уже Пиранези. Это его гравюры. Древнейшие, которым больше 300 лет. И то же самое мы видим. Это вот после катастрофы очередной потопа или что там было. Это внутренняя часть какого-то храма. Вот люди ходят, вообще не понимая, что они тут делают. Но сами вот системы, они все абсолютно подвержены именно вот энергетике. Все абсолютно одно к одному. Даже вот это вот все, что стоит, это все подвержены энергетике. Вот еще вариант. Опять же, видим везде и всюду сплошные колонны. Это тоже какой-то храм. Опять орган, опять колонна. На последнее. В этом выпуске я хочу подчеркнуть главную ошибку всех альтернативщиков и традиционников, которые в подобных сооружениях пытаются найти, да прикрутить к логике, некие резонансы и тем более какие-либо радио- и магнитные колебания. Если хотите понять истину предназначения таких технических сооружений, забудьте про подобные термины. Их тут нет. Больше того, все в этих конструкциях направлено против резонанса, так как сооружения предназначены для эффективного накопления и хранения или доставки энергии к месту потребления. Что-то вроде нефтехранилищ и нефтепроводов со своими законами взаимодействия. Резонанс же как-то мешает покою. А вот уже при самом использовании, как и с некими горючими материалами, там бензин, дрова, вы уже можете применить различные способы воздействия. Напомню, эта энергия не полярна изначально, поэтому сходна с топливом в баке автомобиля. Просто хранится и ждет своего часа для использования. Для того, чтобы общаться в развитой цивилизации, где биоэнергетика не на последнем месте, не были нужны антенны и передатчики. Мы же пока в своем развитии только в начале пути. Биообщением пользовались прошлые цивилизации, которые погибли. Это была обзорная и определительная часть моей длинной лекции про энергетику древних. В следующих продолжениях я перейду к конкретному объяснению, как и каким образом все это работает. Всем до скорых встреч!